Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. И мы с вами продолжаем наш найважнейший плейлист, который называется «Английские слова на практике. Полный курс». Значит, очень удобно также включать как фон, друзья мои, отрабатывать, добиваться лучшего результата, но мы с вами двигаемся по нашему списку. Итак, следующие слова в нашем списке. Соответственно, это слово today. Today переводится как сегодня. I'll see him today. Я увижу его сегодня. Are you busy today? Are you busy? Are you busy today? Ты занят сегодня? I'm free today. Я свободен сегодня. I'm free today. Далее. Сегодня вечером. Tonight. Tonight сегодня вечером. Let's meet tonight. Давай встретимся сегодня вечером. Let's meet tonight. Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free tonight? Ты свободен или ты свободна сегодня вечером? I hope I'll see her tonight. I hope I'll see her tonight. Я надеюсь, я увижу ее сегодня вечером. Краткая форма от I will. I hope I'll see her tonight. Итак, today. Today. I'll see him today. I'll see him today. Are you busy today? I'm free today. I'm free today. I'm free today. Let's meet tonight. Are you free tonight? I hope I'll see her tonight. Итак, далее. Home переводится как дома, так как употребляется в основном выражение at home. Например, я дома. Мы с вами скажем I'm at home. I'm at home. She decided to stay at home. She decided to stay at home. Она решила остаться дома. Видите, опять же вражение at home. She decided to stay at home. Далее вопрос. Ты дома? Are you at home? Are you at home? И также вопрос. Ты сидишь дома? Ты сидишь дома, как вы скажете. Are you staying at home? Выражение сидеть дома. Stay at home. So, are you staying at home? Next. Under. Под. It's under the bed. It's under the bed. Это под кроватью. It's under the bed. It's under the bed. It's under the bed. Это под столом. It's under the bed. She keeps her money under the pillow. То есть, видите, выражение under the, под чем-то. She keeps her money. Она держит свои деньги under the pillow. Под подушкой. She keeps her money under the pillow. It's under the pillow. Итак, home. At home. I'm at home. She decided to stay at home. Are you at home? Are you staying at home? Under. It's under. It's under the bed. It's under the table. She keeps her money under the pillow. Далее. Water. Water. Вода. Can you bring me a glass of water? Can you bring me a glass of water? Ты можешь принести мне стакан воды? Can you bring me a glass of water? Или более вежливая форма с помощью could. Could you bring me a glass of water? Please. То есть, если can, получается, можешь, то could, мог бы ли ты, могла ли бы ты, могли бы ли вы. Could you bring me a glass of water? Please. Далее. Давайте использовать длительное прошедшее время. Past continuous. Далее. Я думаю, вы помните, как оно образуется. Если нет, то was или were. Plus verb. Плюс глагол, плюс инговая форма. Это длительное прошедшее время. Мы плавали под водой. Мы плавали. We were swimming. Под водой. Опять же, наше выражение. Under the water. We were swimming under the water. Ведь именно указывает на длительность, что именно плавали. Процесс we were swimming under the water. Далее. Fire. Огонь. Fire. Например. The fire destroyed the building. The fire destroyed the building. Значит, пожар разрушил, destroy, разрушил здание. Или, например, the fire. Я даже по-другому скажу. Put out the fire. Потому что эту фразу вам нужно обязательно знать. Put out the fire. Put out. Означает потушить. Put out the fire. То есть, потуши огонь. Потушить огонь. Put out the fire. Там был лесной пожар. Значит, вы помните, соответственно, что если там лесной пожар сейчас, вы скажете, there is a forest fire. There is a forest fire. То есть, имеется там где-то лесной пожар. Вот именно в настоящее время. В прошедшем времени there was a forest fire. В принципе, это конструкция there is, there was. Для настоящего и прошедшего времени единственное число. Если множественное число, то это there are и there were. То есть, это очень такой важный момент. Если видите, единственное число. Поэтому, соответственно, у вас мы видим... Так, отделим. Значит, видим, соответственно, there is или there was. А так вы должны понимать, что эта конструкция имеется. There is a forest fire. То есть, имеется лесной пожар. То есть, есть лесной пожар. There was a forest fire. Имелся лесной пожар. То есть, был лесной пожар. Там был. Ведь there – это там. По словам, там есть лесной пожар. Здесь there was a forest fire. Там был лесной пожар. Итак, давайте сами повторяем. Итак, water. Can you bring me a glass of water? Could you bring me a glass of water, please? Past continuous. What's the verb? We were swimming under the water. Fire. The fire destroyed the building. Put out the fire. There is a forest fire. There was a forest fire. There is – there was. There are – there were. Next. Sand. Песок. Sand. Итак, также будем использовать длительное прошедшее время, так как очень часто это время используется в различных ситуациях, которые мы описываем в прошлом, когда что-то описываем. Например, я лежал на песке. Сами скажем. I was lying. На песке. On the sand. I was lying on the sand. Например, I like. I like. Line on the sand. Мне нравится лежать на песке. I like. Line on the sand. Около моря. Near the sea. Near the sea. I like. Line on the sand. Near the sea. И так. Мы с вами знаем, что… Мы с вами не раз говорили, что можно говорить like to do something. Но если вам реально что-то нравится, мы говорим именно like doing something. Далее. Далее. Комната. This room is too small. This room is too small. Эта комната слишком маленькая. Далее. There are four rooms in my flat. Or in my apartment. There are four rooms in my flat. В моей квартире четыре комнаты. There are four rooms in my flat. I need a spacious room. Or I need a more spacious room. Нужно более… Значит, space – это пространство. А spacious – это, соответственно, пространное, просторное. Нужна более просторная комната. I need a more spacious room. Если просто, I need a spacious room, а более – a more spacious room. Называем также проартикль, согласно тем правилам, которые мы, как раз, разбирали в рамках нашего плейлиста. Итак. Sand. I was lying on the sand. I like lying on the sand near the sea. Like to do something. Or, like doing something. If you really like it. If you really like it. Если действительно нравится. If you really like it. Okay. Room. This room is too small. There are four rooms in my flat. I need a more spacious room. Next. Далее. Case. Случай. It's an interesting case. It's an interesting case. It's an interesting case. Далее. И то же выражение in case. В случае. I will do it. Or I'll do it in case it happens. I'll do it in case в случае it happens. И обратите внимание, что после in case, хотя говорим о будущем времени, мы должны использовать время present simple. Ну, в принципе, это мы с вами как раз разбирали. Если вспомнить if, when и другие слова, мы в нашем плейлисте, насколько я помню, как раз про эти слова говорили. In case в том числе. Одно из этих выражений. I'll do it in case it happens. С не забываем. Или, например. What will you do in case it happens? What will you do in case it happens? Что ты сделаешь в случае, если это произойдет? What will you do in case it happens? Далее. Large. Large. Большой. В принципе, знаете, что big тоже большой, но есть устойчивое выражение, в котором используется large. Например. I have a large family. I have a large family. У меня большая семья. И вопрос. Do you have a large family? У тебя большая семья. То есть, конечно, можно услышать big family, но выражение именно large family выглядит более естественным. Do you have a large family? Поэтому очень важно заменять не просто слова, а именно такие конструкции. Например. Еще один вопрос. Would you like to have a large family? Would you like? Would you like? To have a large family? Ты хотел бы иметь большую семью? Would you like to have a large family? There was a large number of people. Там было большое число людей. Опять, ведь устойчивое выражение a large number of. There was a large number of people. Там было большое число людей. И так. Повторяем. Case. It's an interesting case. If, when, in case, plus present simple. I'll do it in case it happens. What will you do in case it happens? Large. I have a large family. Do you have a large family? Would you like? To have a large family. There was. There was a large number of people. Значит, друзья мои, отлично. Мы с вами далее двигаемся в рамках нашего плейлиста. Действительно, охватываем базовые слова. Более сложные и сложные. Значит, для уровня advanced и сильного уровня advanced. И также отрабатываем это на практике. Переходим к практике, друзья мои. Все пишите ваши пожелания. Друзья мои, очень удобно включать данные к плейлисту как фон. Thank you.